Для городской администрации существуют только центральные улицы и площадь. Про нас им некогда думать. У них другие проекты, считают жители дома номер 87 по улице Школьной. Попав в этот двор, поневоле соглашаешься с мнением видновчан. Лидия Михайловна Расторговая проживает в 87-м доме по Школьной улице больше двух десятков лет. Спокойно говорить о том, во что сейчас превратился двор, она не может. Разбитый тротуар, ямы на проезжей части, разрушенный бордюрный камень. Преодолеть такую дорогу сложно, особенно пожилому человеку. Ходить как по такой дороге. Я падала не один раз тут. Здесь ни проехать, ни пройти. Зимой не видно этих ям, особенно весной. Вода попадает. Брызги летят во все стороны. Если водитель хороший, нормальный, адекватный, а есть которые лихачи, они несутся только так. Даже не смотрят, что мама с ребенком идет, что пожилые люди идут. Едут, как будто так и надо. Сколько тут живут лет 7-8, тут всегда так было. Лидия Михайловна и другие жильцы неоднократно обращались в городскую администрацию. Писали, звонили на прямые эфиры. Ответ один. Сделаем. В нашем дворе живет товарищ Вагин, который непосредственно этим занимается в администрации. И осенью прошлого года он говорил, что осенью будет сделан ямочный ремонт, а в этом году будет шикарная реконструкция нашего двора. Парковки, детская площадка, вы можете видеть, конечно, убогие, не лавочки, выгул собак здесь постоянно. Ничего не сделано. Обещаний всегда очень много, гораздо больше, чем асфальта. Но ничего не делается. Ситуация осложняется тем, что этот двор, по сути, проездной. Именно по этой разбитой дороге в течение рабочей недели курсируют автомобили к соседнему 89-му дому, где расположены отдел Федеральной службы судебных приставов, паспортный стол и даже общественная приемная депутата. Вот и спрашивают местные жители, а наступит ли когда-нибудь тот счастливый день, когда во дворе начнется благоустройство? И сможет ли ветеран войны Лидия Расторгуева пройти по ровной дороге? Разве она этого не заслужила?